Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о Евангелии от Матфея, мы обратимся сейчас к 11 главе, где рассказ открывается довольно подробным разговором о Иоанне Крестителе и его учениках, и о том, что сам Господь об Иоанне Крестителе говорит. Вот когда Иоанн Креститель услышал о делах Христовых, то есть о тех чудесах, которые совершает Господь, и, скорее всего, почти наверняка о том, что Иисус проповедует. Он послал своих учеников, будучи в тюрьме при этом, послал своих учеников ко Христу задать ему вопрос. И вот они его спрашивают, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? То есть, собственно, этот вопрос о том, является ли Иисус тем мессией, которого ожидает народ Божий, ты ли тот, который должен прийти? Потому что, с одной стороны, Иисус говорит то, что, вероятно, должен говорить Мессия, Спаситель. Он совершает чудеса, а с другой стороны, какими-то вещами, какими-то особенностями своего проповеди, своего поведения он не похож на мессию. В частности, он не возглавляет вооруженного восстания, он не является сторонником и последователем какого-либо религиозного иудейского течения и так далее. Но самое главное, что вот это, конечно, отсутствие партизанского такого движения вокруг Иисуса. Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И вот Господь именно в ответ на это говорит, ну, пойдите и скажите, на что надо обращать внимание. Слепые прозревают, храмы ходят, прокаженные очищаются. Вот, и блажен кто не соблазнится о мне. Собственно, речь таким образом идет о том, что Христос свидетельствует Иоанну Крестителю, что для спасителя, для мессии помазанника Божьего сущностно важно именно те изменения, спасительные изменения, исцеления, которые происходят в жизни отдельных, конкретных людей, а не какие-то массовые политические сдвиги. Вот, что означает блажен кто не соблазнится о мне. Соблазнится в этом контексте означает спрашивать, почему Иисус не формирует партизанских отрядов, как это делают, например, Зелот и многие другие, кто претендовал на роль мессии Израилева. Но затем, обращаясь уже к народу, Иисус спрашивает, а что вы ходили смотреть в пустыню, чем вас так привлек Иоанн, что было, почему вот так вы к нему с таким большим почтением относитесь. Потому что, ну, всякий человек, в конце концов, трость ветром колеблемая. И дальше, по-видимому, знаете ли, читатели, евангелисты Матфея, жившие, естественно, в Иудее, бывшие иудеями, возможно, лучше понимали эти строки, чем мы сегодня. Но вот Господь говорит о том, что вы ходили посмотреть на пророка. Да, действительно, и он цитирует, говоря о Иоанне Крестителе, слова Писания. «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Обратите внимание, что, в общем, слова Ветхого Завета здесь Господь использует довольно аллегорически. Довольно аллегорически, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, для нас важно вспомнить, что там на самом деле, конечно, слово «вестник», а не «ангел». То есть это не вот то, что мы обычно рисуем на иконостасе с крыльями, зеркалами и копьями, а это «вестник». «Вот я посылаю вестника моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Стало быть, Креститель и его проповедь – это действительно такой предварительный вестник, чтобы люди могли увидеть, услышать, понять и принять Иисуса. И Христос говорит об Иоанне Крестителе и о нас с вами, вообще о людях, очень важную вещь. Он говорит, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Ну и мы же не знаем ничего о опыте Крестителя в отношениях с Богом, кроме некоторых в большой степени домыслов. Но зато мы можем положиться на это свидетельство Иисуса, который говорит об Иоанне, из рожденных женами не восставал больше, об отношениях Иоанна с Богом, о том, что происходит в его служении. Но, говорит Господь, меньшее в Царстве Небесном больше его. И это значит, что мы все призваны к большему. Мы все призваны к большему. И вот эта вот ранжировка, кто больше, кто не больше, из рожденных женами, она в Царстве Небесном перестает работать. Не это оказывается важным, а то, что мы в это Царство все приглашены, все призваны войти, и меньшее в Царстве Небесном окажется больше. Это ни разу не принижает на самом деле Иоанна Крестителя, конечно же. И вот дальше Господь говорит, видимо, иудеям, слушающим его, не только ученикам, о дне Иоанна Крестителя, то есть в этот момент, когда Креститель сидит в тюрьме, это значит от сегодняшнего дня до ныне, то есть получается от того момента, когда Креститель начал свою проповедь, до ныне, до сейчас, Царство Небесное силою берется, и употребляющее усилие восхищает его. Потому что все пророки прорекли до Иоанна. Что означают эти слова? Что означают эти слова об усилии, о том, что Царство силою берется? Это, скорее всего, означает, что это не происходит само собой. Это нравственный выбор людей, который должен быть подкреплен некоторыми поступками, действиями, обращением к Богу, изменением жизни. То есть одними словами здесь не обойдешься. И одной принадлежностью к народу Божьему, которому, как кажется, по закону полагается Царство, тоже не обойдешься. Усилие в первую очередь означает нашу решимость трудиться для Царства, для того, чтобы в него войти. Наша решимость поставить его для себя ценностью номер один и действовать, делать что-то. Это не обязательно должны быть титанические подвиги а-ля Сизиз с его камнем. Но это действительно действие, некоторый труд человеческой личности для того, чтобы стать гражданами Царства Небесного. Потому что, говорит Иисус, нам уже все открыто, нам уже не надо ничего ждать, когда нам расскажут. Все пророки и закон прорекли до Иоанна. Иоанн пришел и провозгласил то, что теперь Царство Небесное близко. И вот, сказал Иоанн, показыванный Иисуса, огнец Божий, который берет на себя грехи мира. Вот, собственно, принять это и есть, и дальше жить этим. Это вот те усилия, о которых идет речь. Но Господь с горечью говорит о людях, что на самом деле... Да как к нам не приди, нам все будет не так. Пришел креститель, аскет, питающийся сушеной саранчой. Ну вот, нам не нравится, что он аскет. Пришел сын человеческий, который ест и пьет с мытарями и грешниками. Нам не нравится, что он ест и пьет. Один слишком аскетичный, другой недостаточно аскетичный. Еще можно выдумать кучу всего. Да, говорит Господь. Но на самом деле за этим нежелание принять это царство, нежелание употребить усилия. Загадочные слова здесь Господь говорит. Оправдана премудрость чадами ее. Ну вот так это звучит в нашем переводе. Собственно, в контексте разговора Господа Иисуса Христа, по-видимому, эта фраза означает, что те, кто идут по пути премудрости, те, кто соглашаются и употребить это усилие, чтобы восхитить Царство Небесное, они убеждаются для себя, по крайней мере, убеждаются, что это действительно путь премудрости. А для тех, кто отвергает этот путь, ну вот, евангелист Матфей записывает укор Господа Иисуса разным галилейским городам, которые на самом деле ничего такого, казалось бы, не сделали. Хорозин, Вевсаида, Капернаум, но они просто не стали слушать Иисуса, и жизнь людей в этих городах особенно никак не изменилась. Не лишь как они жили до Иисуса, так они жили после Его проповеди. И вот Господь говорит, если бы в Содоме были явлены силы, явленные в тебе, он остался бы до сего дня. На земле Содомской отрадней будет день суда. Ты можешь не суметь вырваться из сковывающих тебя цепей ограниченности греха, мелочности жизни и так далее. Тебе, может быть, очень трудно откликнуться, но хоть как-то откликнуться надо. А когда свидетельство Иисуса о Боге, о Его любви достигает твоего сердца, откликнешься ты или нет, вот это все решает. И, наконец, в конце 11 главы Господь говорит удивительные слова. «Славлю тебя, Отче, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, таково было твое благоволение». Господь радуется, что вот это понимание правды, понимание, даже не понимание, скорее, знаете, такое ощущение сердца того, что говорит Бог. И отклик именно на Иисуса, которого Бог посылает к нам, это удивительный дар Божий, который дается людям независимо от того, мудрые они или разумные, или немудрые и неразумные. Это тоже на самом деле ведь великая милость Божья. И, кстати говоря, от практически всех других попыток найти Бога, современных Иисусу и его ученикам, учение Иисуса отличается, вот в первую очередь, этим, потому что все остальные требуют прочитать немыслимые вагоны философской литературы, выучить какие-то страховидные рассказы о пятых, девятых и тридцать девятых небесах и прочие, прочие, вот то, что апостол Павел называет бабьими баснями. Да, а Господь говорит о том, что путь к Богу открыт для всех. Ну, может быть, там, знаете, мудрым и разумным в каком-то смысле труднее, потому что им многое мешает. Но вот Господь говорит, что Отец Небесный открыл этот путь младенцам, и это, в общем, большая радость, потому что многие из нас, если не все, младенцы. Другой разговор, что это совершенно не является, как сказать, такой проповедью невежества. Нет. Но все-таки вот такая простота сердца, о которой говорит Иисус, это действительно очень ценная вещь, и ценно для нас, что Отец не отвергает нас в этой нашей простоте. И Господь также здесь говорит своим ученикам, что Отец все отдает в его руки, в руки Иисуса, а Иисус не отвергает никого, приходящего ко мне, не изгоню вон. И вот заканчивается 11 глава, словами «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, придите ко мне, говорит Господь, когда вам трудно, когда вы умучены жизнью, когда вы ничего не можете, и возьмите иго мою на себя, научитесь от меня». Вот Господь призывает нас именно в этой нашей немощи, немощи. Как помните, апостол Павел говорит, если уж и хвастаться, то я буду хвастаться немощами, потому что сила Христова в немощи совершается. Вот, собственно, Господь здесь и говорит о том, что Он принимает нас в нашей немощи, и если мы учимся у Него, Его кротости, и берем на себя Его иго, то есть принимаем Его власть над собой, то это, собственно, и есть освобождение, это и есть путь к жизни от смерти, которого так чают слушающие Его иудеи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok